Зарешите Вашему вниманию представить доклад на тему Нероэндокринная дифференцировка предстательной железы и её роль в определении тактики лечения кастросомо-рефракторного рака предстательной железы. На сегодняшний день в России рак предстательной железы представляет собой серьёзную социально-медико-экономическую проблему. По данным на 2010 год в России наблюдалось 108 тысяч больных раком предстательной железы, из них порядка 35% – это местно распространённый рак предстательной железы и порядка 20% – это метастатический рак предстательной железы. То есть это те категории больных, где имеется наибольший риск развития кастросомо-рефракторного рака предстательной железы в последующем. Направлениями оказания улучшения медицинской помощи больным раком предстательной железы являются первичная профилактика рака предстательной железы, скрининг, адекватное лечение локализованных форм предстательной железы и своевременная системная терапия метастатических и местно распространённых форм рака предстательной железы. На данном слайде представлено изменение ПСА в зависимости от фазы лечения рака предстательной железы. На данном слайде нет места аналогам с аматостатина. По данным исследований, мировых исследований и наших исследований, нам кажется, это не совсем верно, так как известно, что рак предстательной железы на определенном этапе своего развития проявляет свойства нейроэндокринной опухоли. Нейроэндокринные клетки в норме присутствуют во всех отделах предстательной железы при рождении. Их число значительно увеличивается во время пупертатного периода, в основном за счет периферической зоны. Нейроэндокринные клетки секретируют ряд химических соединений. Для нас наибольшую ценность имеет хромогранин А, мы используем его в качестве маркера. Важным фактом является то, что нейроэндокринные клетки лишены андрогенных рецепторов. Это говорит о том, что они не подвержены андрогенной регуляции. Хромогранин А представляет собой кислый гликопротеин. Данный маркер не коррелирует с ПСА. Это значит, что даже при низком ПСА, при наличии экспрессии хромогранина А, можно говорить о более агрессивном течении опухоли предстательной железы. По терминам нейроэндокринная дифференцировка рака предстательной железы подразумевается присутствие рассеянных по всей железе нейроэндокринных клеток, которые располагаются одиночными или небольшими скоплениями. В некоторых случаях рак предстательной железы полностью представлен нейроэндокринными клетками. По всей видимости, в данном случае можно говорить о первичной нейроэндокринной опухоли предстательной железы. Нейроэндокринный статус определяется следующими маркерами. Это хромогранин, синаптофизин, серотонин, сурвинин и рецепторы ксоматостатинок И67. Маркеры, которые отмечены звездочками, мы имеем возможность сегодня определять у нас в институте. Вот как наглядно выглядит экспрессия синаптофизина, что говорит о наличии нейроэндокринной дифференцировки. Слева вы видите нормальную ткань, справа это экспрессия синаптофизина при наличии нейроэндокринной дифференцировки. То же самое КИ-67, слева это нормальная ткань, справа это повышенная экспрессия КИ-67, что говорит о наличии нейроэндокринной дифференцировки. Нейроэндокринная дифференцировка выявляется в порядке 85% случаев при кастрационном рефракторном раке предстательной железы. При этом повышение хромогранина в сыворотке крови отмечается 54% тканевого хромогранина А67 и рецепторах самоцитатина 58%. По данным этого исследования, нейроэндокринный компонент рака предстательной железы является резистентным к гормональной терапии, что опять же говорит о резистентности к андрогенной депривации. Мы можем говорить, что повышение сывороточного хромогранина А даже при низком ПСА является преддиктором течения более агрессивного рака предстательной железы. На основании вышеуказанных данных мы провели эпидемиологическое исследование по определению средних значений показателя сывороточного хромогранина А при различных состояниях предстательной железы. Мы взяли пациентов с ДГПЖ, ПИН высокой и низкой степени, локализованным раком предстательной железы, местно распространенным раком и метастатическим раком предстательной железы. На данном этапе в исследовании включено порядка 240 больных, из них 148 человек включены в анализ. Вот данные, которые мы получили. Мы видим, что самый низкий и средний уровень хромогранина А при ПИН низкой степени и самый высокий при кастрационно-рефракторном раке предстательной железы. И если между ПИН высокой и низкой степени разница недостоверна, то между локализованным, местно распространенным и кастрационно-рефракторным раком предстательной железы разница была статистически достоверна. Использовали статистику для малых групп. В процентном соотношении мы видим, что число больных, имеющих уровень хромогранина А более 3 наномоль на литр, выше при кастрационно-рефракторном раке предстательной железы. Это 50%. Соответственно, при локализованном 33% и местно распространенном 12%. Исходя из полученных данных, мы провели второй этап исследования по определению эффективности и безопасности комбинированной терапии актератидом ДПОМ в комплексе из декциаметазонов в условиях медикаментозной или хирургической кастрации у больных кастрационно-рефракторным раком предстательной железы. Аналоги с аматостатиной имеют два механизма действия. Это прямое ингибирование внутриклеточных терозингиназ, что ведет к снижению пролиферации опухолевых клеток, и непрямое, которое связано с ингибированием инсулиноподобного фактора роста. По данным исследований, актератид обладает антипролиферативным эффектом, увеличивая время до прогрессии заболеваний у пациентов с нейроэндокринной опухолью. По данным этого исследования, гормональная терапия медистатического кастрационно-рефракторного рака предстательной железы в комплексе с аналогами с аматостатиной в течение полугода позволяет добиться ответа в более чем 50% случаев. Также известно, что закончилась вторая фаза исследования актериотида ЛАР, которая заключалась в определении эффектов актериотида ацетата на уровень циркулирующего хромогранина А у пациентов с распространенным раком предстательной железы. Критериями включения в наше исследование был верифицированный кастрационно-рефракторный рак предстательной железы согласно существующим нормам. Схема лечения, по которой мы назначали актериотид ДПО, это 20 мг один раз в 28 дней. Также в комплексе с дексаметазоном 4 мг первый месяц, затем была поддерживающая доза и аналоги ГНРГ. Кроме тех больных, у которых была выполнена хирургическая кастрация. Если в течение трех месяцев лечения мы не достигали адекватного клинического или биохимического ответа, то мы увеличивали дозу актериотида ДПО до 30 мг. Критерии, по которым мы оценивали эффективность лечения, это изменение ПСА, хромогранина, данные КТ, данные остеостентографии, болевой шкалы, шкалы ЭКОК и данные критерии ФРИЦИСТ. В исследование включено 21 больной, из них 13 человек прошли трехмесячный этап лечения. О них хотелось бы доложить наши результаты. 8 пациентов из 13 имели положительный ответ на лечение. Это более 50% снижения ПСА. 4 человека мы их отнесли в первую группу. Во вторую группу мы взяли пациентов, у которых было снижение ПСА менее 50% или его стабилизация. Также 5 человек, которые не ответили на лечение. Начальный уровень сывороточистного хромогранина А у данных больных. Интересно, что он коррелировал с группами. В первой группе он составлял 4,3 наномоль на литр, во второй группе 2,3 и в третьей группе 1,8. Самый низкий показатель. Из 13 больных, получавших комбинированную терапию, хромогранин А снизился у подавляющего числа больных. Это 92%. Таким образом, он распределился по группам. В первой группе 57, во второй группе 27 и в третьей группе 24%. Изменение простатспецифического антигена в первой группе, соответственно, мы наблюдали снижение его в 52%. Во второй группе снижение в 21%. А в проценте и в третьей группе наблюдалось повышение ПСА в 27% в случаях. Итак, выводы. Мы можем сказать, что сывороточный хромогранин А снижается у всех больных кастрационно-рефракторным раком пристательной железы, а получающих комбинированную терапию к териотитам ДПО, что указывает на адекватность терапии кастрационно-рефракторного рака пристательной железы с учетом нейроэндокринного статуса опухоли. У пациентов, имеющих максимальный ответ по степени и длительности снижения ПСА, отмечается максимальное и продолжительное снижение уровня сывороточного хромогранина А. У больных второй группы отредчиков, демонстрирующих меньший ответ по степени и длительности снижения ПСА, отмечается меньшая степень снижения уровня хромогранина А. Сывороточный хромогранин А является важным, на наш взгляд, маркером для прогнозирования дальнейшего этапа лечения кастрационно-рефракторного рака пристательной железы. Спасибо за внимание.